здравствуйте друзья у нас тема интересна в северной каролине суд присудил мужику заплатить 8,8 миллиона долларов такая сумма 8,8 миллиона долларов другому мужику за то что он собратил его супругу вы можете спросить а что за это можно судить ну вот из 50 штатов в соединенных штатах в пяти можно вот в частности в северной каролине там гавайи что там еще юта в общем есть места есть места где можно поскольку как бы штаты там у них законы отличаются в основном конечно более менее совпадают но кое в чем отличаются в частности вот тут и пять лет люди были в браке он и она были в браке ну видно там не заладилось так судя по всему потому что вот эти отношения которые возникли у нее там с другим человеком он как бы домогался он он там друзья и там они на велосипедах вместе там еще что-то и как-то он так вот вокруг крутился крутился во всяком случае их отношения такие как бы в скрытом формате продолжались где-то 16 месяцев не то что там найти как бывает а вот продолжительные были отношения и муж сначала что-то такое ему показалось подозрительным потом он что-то заметил потом он как-то почувствовал в общем пошло пошло кончилось тем что они развились но она у него в бизнесе работала жена у мужа работала в бизнесе и там когда он судил вот этого обидчика а там у них такие еще возникали перебранки что ли как бы вот иногда переходящие там какие-то границы вот и судил он обидчика по большому количеству разных статей но вот в частности вот что за подрыв репутации за то что он у него им сотрудник его бизнеса важный значит он потерял важного сотрудника который для бизнеса важен и насчитали они там на 2,2 миллиона убытков от этого дела ну а остальные суд дал сверху есть такое понятие punitive damages punitive это чтоб неповадно было то есть как бы сказать показательные такие дела чтобы вот вот шап шап ты чтоб не был гадом и обычно вот эти punitive damages происходит тогда когда человек ведет себя неправильно во время следствия на суде там вот если вы помните была известная история о том как человек пошел в сетевой ресторан там большой я не помню что какой-то был burger king не помню и губу обжег кофе был горячий и человек обжег губу ему за это там не потом 20 миллионов там присудили и все тогда в год и смотри блин вот но чтоб что выяснилось до человек действительно обжегся действительно температура этого кофе было завышена так вот но в силу того что так они делали там устройство которое делала кофе выдавала его с более высокой температуры чек действительно обжегся пошел к врачу все дела ему на 20 тысяч там операции плюс косметическая чтобы в порядок его привести и так далее и он вот с этим пришел в этот в эту сеть ресторанов он он не просил миллионов он как вот мне бы компенсировать вот медицинские счета и они его начали динамить знать как большая контора работает и вот тут адвокаты там много слоев защиты и вот его динамиру посылали туда все и вот за это им вот эти 20 миллионов и дали пьюнити в диме час чтобы вели себя как приличные люди они как уроды когда человек действительно от них пострадал вот поэтому обычно вот пьюнити в диме джиз дают за этом тем не менее такая история надо сказать что у человека которого присудили заплатить эти 88 и 80 миллионов у него есть возможность обратиться в апелляционный суд очень часто очень часто когда вот такие ситуации происходят апелляционный суд может существенно как бы понизить сумму ну потому что это в этом есть какой-то элемент когда мы решаем насколько наказать людей чтобы им было неповадно это уже такое дело субъективным там в законе написано вот за такое преступление вот такой-то да наказание а тут как то вот так во всяком случае такая интересная фишка вообще надо сказать что я вот думаю на эту тему и получается такая интересная вещь вот есть брак и брак либо работает либо не работает если брак работающий то отношение продолжительностью там 16 месяцев на стороне в работающем браке да еще у женщины женщина была как как это такое вот может быть если нормальный брак работающий то есть фактически вот эти претензии к там постороннему мужику это претензии к тому что вот был нормальный брак и вдруг кто-то пришел и чё-то такое разрушил эти чего было нормально она не было нормальным изначально не было разве разве в нормальной браке такое может быть поэтому то есть как он перекладывает ответственность себя на какого-то постороннего человека и точнее закон ему позволяет это сделать то есть женщина как предмет такое получается да то есть вот один вот вот лежал предмет вот кошелек лежал и кошелек мой тут пришел какой-то мужик кошелек забрал или так взял попользовался вернул что-то испортил там ну это же человек живой все-таки все-таки поэтому я вот так вроде из потока новостей чудо меня глаз ухватил я сначала воспринял это как такое дать ну как юморная такая штучка думаешь надо же так чё такое там адил терк понимаешь и 88 миллиона это что ж такое там там вообще более сложный возникает вариант когда например они оба в браке и они сошлись вот таких отношениях дайте от солнышка уберу камеру и дальше получается что значит теперь каждый из пострадавших супругов может судить их да то есть он не свою жену знаете как интересно у которой перед ним есть какие-то обязательства и вот до такого еще суд не дошел эти нет такого суда чтобы жену за это судить вот а вот например обидчика можно и тогда получается вот есть две семьи и они могут взаимно друг друга судить там за такие дела вообще-то интересно интересная концепция так что друзья чего только на свете не бывает в общем те кто в этих штатах живут должны знать но это если деньги есть если денег нет например так делай чего хочешь да никто тебя не не обидит смысле в суд на тебя не подаст и ничего с тебя не потребует когда у человека ничего нет друзья ему и терять нечего как было написано в манифесте коммунистической партии 1848 года пролетариату нечего терять кроме своих цепей так вот такая интересная история счастливо